Пришелшая на реште зима тут же взялась выпробовывать дорожников, автомобилистов и пешеходов. Мониторных стан у тротуаров, дорог и аварийности у материала Катерыны Булацецкой. У Брест еще на самом деле и не пришла зима. Ледяная скоринка уже докучает некоторым хараджанам. Коммунальники посыпают тротуары песком, прибирают редкий снег. Но если бы за всем доглядешь. Беспечная тень сегодня выйти на улицу. В этом вопросе меркование брастовчан поделились. У нас во дворе не скользко. У нас посыпают. Ну а больше я в основном никуда не хожу. Я думаю, небезопасно. Не знаю, ну потому что, во-первых, скользко. Во-первых, ну не знаю, как-то дворники плохо работают у нас. Подморозило. Очень скользко. И вот старому человеку, вот как я с палочкой после инсульта, очень опасно ходить. Некольки дзенка прызныха на дворья и у травмопункте подлишивают охвер слизких улиц. Варто одразу означать, алкоголь тут ни при чем. За последних три дня, будем считать, 6, 7, 8, 9 число, порядка 34 граждан наших уже получили травмы в результате падения на скользких улицах. А вот на дорогах Бреста и региона, по информации Держа-Аутоинспекции, спокойнейшим на городских тротуарах и у дворах. Водители пильные, да и дорожные службы постоянно сошат за покрытием. Только на областных дорогах местных означения. Продзут коляста одинок спецтехники. У нас на обслуживании более 8 тысяч километров местных дорог и более 4 тысяч километров улиц, сельских населенных пунктов. В целом более 13 тысяч километров, чуть более 13 тысяч километров. Для работы по ликвидации зимней скользкости, то есть для обработки покрытия асфальтобетонных покрытий на этих наших обслуживаемых дорогах, заготовлено более 70 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Снежинские морозы показали, треба быть осторожным, як на тротуарах, так и на дорогах. Катерина Булатецкая, Миколай Ковалев, областные новины, Брест.